Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» – один из самых почитаемых образов Богородицы. Молец перед ней, люди просят помощи в избавлении от разных страстей – пьянства, наркомании, блуда и других. Накануне православный мир совершал празднование этой иконе. Специально для Кафедрального собора Бурятии был написан большой храмовый образ «Неупиваемая чаша». Митрополит Улан-Уденский Бурятский Иосиф осветил новую икону и возглавил богослужение по случаю праздника. Подробнее о событии в материале ипорхиальной пресс-службы. Вряд ли в наши дни можно найти верующего человека, который бы не слышал об иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Эта дивная икона прославилась множеством чудес исцеления от разных человеческих страстей, что подтверждает удивительная история этого образа. В 1878 году в подмосковном городе Серпухове Матерь Божья явила свою чудотворную икону «Неупиваемая чаша» одному уже опустившемуся человеку, который страдал от пьянства так, что у него даже отнялись ноги. Матерь Божья указала на эту святую икону как на источник исцеления. И действительно, помолясь перед этим образом, этот несчастный человек получил полное исцеление и освободился от пристрастия к винопителю. После этого Царица Небесная являла множество чудес и сегодня являет от своего чудотворного образа. В годы воинствующего без Божьей дореволюционная явленная икона исчезла бесследно, но молва о ней осталась. В 90-е годы люди, приезжающие из дальних мест в Серпухов, спрашивали об этой иконе. Тогда настоятель Серпуховского высоцкого мужского монастыря Архимандрит Иосиф, ныне митрополиту Лануденский и Бурятский, начал искать следы утраченного образа. Так был найден старинный, потертый, черно-белый воскресный листок с описанием этой иконы и графическим ее изображением. В 1992 году, по благословению Архимандрита Иосифа, известный, ныне почивший иконописец Александр Соколов, воссоздал икону «Неупиваемая чаша», которая и по сей день пребывает в Покровском храме Высоцкого монастыря города Серпухова. С той поры икона прославилась множеством чудес, которые засвидетельствованы самими исцеленными и их близкими. А с этого образа сделано несчетное множество списков, которые пребывают почти что в каждом православном храме нашего Отечества. Икона «Неупиваемая чаша» стала всемирно известной святыней. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы и в нашем храме была такая икона, потому что и наши современники, наши соотечественники, русские, буряты подвержены этой губительной страсти. Икона эта называется «Неупиваемая чаша», потому что это неиспеваемая, неистощимая чаша небесных дарований, которые мы получаем от Саицы Небесной. Этот храмовый образ был написан по благословению митрополита Иосифа специально для свято-одигитревского собора города Улан-Удэ. «Благоволила Еси, явите богоспасаемому граду Серпуху и милость Свою, явлением причудного образа Своего, неупиваемая чаша». Во многих храмах сложилась традиция совершать каждую неделю специальный молебен перед образом «Неупиваемая чаша». Многие верующие имеют обыкновение ежедневно прочитывать Акафист Богоматери перед этой иконой. Новый освященный образ «Неупиваемая чаша» займет свое место в интерьере Нижнего храма одигитревского собора спустя время, когда в нем завершатся ремонтные работы. Капитальный ремонт – это вынужденная мера, потому что Нижний храм был в плачевном состоянии. Особого внимания требуют стены, алтарная часть храма, иконостас, электропроводка, отопительная система. Месяц назад в Нижнем пределе свято-одигитревского собора начался капитальный ремонт, в ходе которого были уже заменены проводка, электропроводка, охранная сигнализация, пожарная сигнализация. Сейчас идет ремонт системы отопления, будут полностью везде заменены трубы. Все работы проходят под руководством митрополита Иосифа, который имеет за плечами большой опыт восстановления и строительства храмов и других церковных построек. В планах владыки после окончания ремонта продолжить благоустроение храма, наполнение его святыми иконами. Наталья Шуплецова, пресс-служба Улан-Уденской и Бурятской епархии.